тогда он стоил 28 а сейчас эту же машину мы смотрим за 32 дорога это кузов вот он и ценится при продаже здесь я вижу эту машину мы ее смотрели раньше месяц назад не мучай машина мы уже знаем что ей детства вариантов может быть несколько начинает потому что я знаю сколько стоит ремонт этой калитки это ты какую-то эту бомбану реберню ты представляешь как мы сейчас обострёмся если он что-то найдет это пипец будет разломанный диффузор масло течет все машине пипец 27 друзья всем привет сегодняшний выпуск он традиционно необычный в чем его необычность да потому что видео с сюрпризом а в чем именно сюрприз а вот и об этом сегодняшнее видео начало как всегда можно сказать обычная стандартная выбор под ключ нужно было найти вернее не так человек точно понимал чего он хочет его хотелки свелись к audi и по его параметрам подходил audi a4 и на момент осмотра ну когда мы начали осматривать автомобили выбирать вот в нужной комплектации так получилось что под новый год на рынке не нашлось audi a4 в той комплектации с теми параметрами с теми которые он хотел вот просто не было да друзья так бывает но посмотрел альтернативы мы посмотрели в сторону бмв и вот первый осмотр бмв 428 смотрим заехала бы осмотрим по зазорам здесь бы все хорошо по крыши по крыше все хорошо по дверям тоже все отлично фары по зазорам и здесь принципе бантер стоит хорошо вот зацарапина 210 здесь вот есть подкапали это все хорошо крыша тоже по проем все отлично таблички на месте есть такие вот царапины 15 водостекло 15 15 15 все хорошо человек немножко торопится он пилот тоже есть такого царапина на ткани но это на позже может подкрашиваться здесь по карте тоже все хорошо есть царапина снизу на дереве долинки задир есть тоже ручки поцарапанные но это все полируется то все делается здесь тоже вот есть подбитый здесь тоже такие вот пару царапин есть это нормальное явление по сиденью ну его почистить каким чистить было бы неплохо такой вид неплохой работа потолок тоже хорошем состоянии как видим за исключением некоторых недостатков ну там мелких царапин и прочих плюшек автомобиль в целом он очень живой продавец который продает этот автомобиль он пилот летчик пассажирских авиалиний и вот как раз потому что он спешил на очередной рейс автомобиль мы встретились осмотрели бегло он неплохой и поэтому мы договорились когда он уже прилетит о следующей встрече встретиться уже на с то и непосредственно посмотреть сам автомобиль более глубоко уже на из того тогда когда будет больше времени значит рулевая рейка немножко подстукают по левой стороне сухарям сухари тоже есть трещины но надо наблюдать сухо принципе вопросов нету сделали неплохо поставили замену все по оригиналу вопросов нету подрамник здесь не крутился здесь амортизатор это же сухим все оригинально человек заморочился винтики все взял оригинальные что же все хорошо амортизатор сухой сейчас обговаривают чтобы сделать этот вопрос обварить гофру и говорить крепление которые зато поясняю значит что имел ввиду сергей сама гофра которая стоит она смотрится целая но сверху она надорванная то есть она уже разлазится идет громкий звук крепление к трубе она крепится на двух сварочных швах один оторванный соответственно надо приварить и человек который продает этот автомобиль говорит я согласен сделать это за свои деньги по ходу защиты сейчас посмотрим а вот здесь вот важно пояснить что вообще произошло ну надо идти последовательно значит сначала мы автомобиль осмотрели снаружи посмотрели по покраске подключились к электрическим блоком автомобиля посмотрели везде где можно посмотреть его снаружи дальше нужно ехать на и сто мы заезжаем на и сто смотрим в труднодоступные места смотрим как в принципе сделан кузов просматриваем все что нужно снимаем защиту для того чтобы осмотреть двигатель снизу все класс все хорошо все подходит вешаем защиту назад выезжая на тест-драйв и в этот момент отваливается у нас защита также правильно нужно сказать что парень который продает автомобиль он заморочился настолько что он даже купил оригинальные болты и все болты которые стоят на защите они оригинальные возвращаемся к нашим соседям которые вот тут вот находятся парни с опельмастера большой вам привет заезжаем к ним рассказываем вот такая вот ситуация они такого идиота включают это не мы мы все сделали как было ну в общем благо сильной конфликтной ситуации удалось избежать и парень их не руководители его знаю еще с детства виталий его зовут виталий тебе тоже привет большое спасибо что разрулил ситуацию так вот он говорит так пацаны если мы сломали то мы это и починим вот такая вот ситуация с нами приключилась мы понимаем что такие автомобили встречаются нечасто ну реально хороший автомобиль есть там конечно мелкие всякие недочеты нюансы кстати вот эти все недочеты нюансы именно продавец готов устранить своими силами ну что бывает крайне редко обычно нет нифига не хочу не буду это будет делать новый парень здесь он говорит нет свои грехи я возьму на себя я это доделаю нам остается только понять и вообще правильно ли хорошо собранный ли этот автомобиль досконально ну имеется ввиду стоят ли у него колеса в регулируемой плоскости нет ли разлета там в два сантиметра по колее вообще кастр у него хороший или ну в смысле в норме не в норме потому что схождение это можно подкрутить иногда даже развал путем того что распилить болты а вот кастер не всегда получается подрегулировать естественно мы едем на развал и поперечный наклон у нас должно быть якобы все нуля но от понения глобально 12 6 программа сама они пишут что это в допусках они это делают из-за того потому что они не предусмотрели тут революру то есть то что кастер ушел это факт вот мы его наблюдаем вытащим мы его или нет не могу сказать таким было пояснение парня с развала но если ему правильно задать вопрос но имеется ввиду несешь ли ты какую-то ответственность за свои действия и даешь ли ты какую-то гарантию если мы поставим новые колеса начнут они жрать естественно гарантии вряд ли кто-то даст потому что есть большая целая куча факторов на которой они могут съехать только мы придурки даем гарантию на обычно на на бушный автомобиль но понимаем факт того что кастер стоит в нерегулируемой зоне то есть он не не в положении то есть колесо вот грубо говоря автомобилю так если повернуть кастер у него заваленный сильно и соответственно колеса у него стоят в разном положении это говорит о том что автомобиль не доделаны может быть подрамник нужно менять может еще что-то это нужно делать доделать мы к этому по этой цене не готовы соответственно этот автомобиль уходит в сторону да и плюс еще парень хотел наш заказчик не двухлитровый автомобиль это если речь идет о бмв соответственно есть следующая найденная жертва 435 бмв смотрим бмв радиатор радиатор по хорошему под замену стекло 16 года 16 года подушка здесь есть подушка бушная потолок есть вот пропал попробую вот он от сигареты ремень работает задний ремень работает стекло оригинальное стекло тоже оригинальное посидушки здесь все хорошо есть пару скулов на панели так в принципе все отлично по рулю тут все хорошо чек горит посмотрим что с ним сидение по хорошему его перешивать бы надо можно и подкрасить вот уже запиленная от бляхи работает по крыше крыша не вижу что она подломанная была что же все хорошо по стойке тоже все хорошо по двери тоже все хорошо если мятину на передней горе левой хорошо скрыло и чем ее не вскрывали полка вот эта была загнута до детального осмотра этот автомобиль ну тупо не дотянул он спотыкнулся на старте можно так сказать у него очень много всяких недочетов сколов вмятин царапин недоделок задние суппорта это все мелочи погрызанный салон его кстати по правильному было бы перешить но в совокупности еще мы имеем то что поврежденная вин номер но имеется ввиду на полке крыла сделанный и вот удар был такого степени что не получилось его сохранить хотя когда мы смотрели по фотографиям скорфакса то вроде бы смотришь на него да чё там его сделать отрихтовать и все но видать что-то у парней не получилось и соответственно продать автомобиль потом а возможность будет попасть под дополнительный контроль одним из параметров заказчика было то что следующий покупатель должен автомобиль приобрести с легкостью то есть не должно быть никаких проблем при регистрации а вот на этом моменте могут быть сомнения соответственно этот автомобиль уходит сторону где-то там даже не галочка а вот просто про машины которые осмотрены забытые спасибо не нужно этот автомобиль не через нас но мы двигаемся дальше находим еще один бмв 435 едем в общем смотри ков бмв есть чуть-чуть запотевание но это не критично нормально по зазору здесь все хорошо легенький нежданчик получился по лопнул вот этот вот патрубок он как бы не критично но к нему дотронулись и он реально блин стрельнул есть трошки шпаклевки 800 1200 900 1200 900 1400 900 1700 800 600 800 но пробивается все вот грубо говоря пятно это вот подшпаклевано 39 вот здесь вот тоже чуть-чуть есть подшпаклевано но не критично с крышкой хорошо да крылов подкрашивали но шпаклевки я не вижу да пушка есть здесь по зазору нормально есть скул без трещины на лобовом так есть на крыше это все выкатывается 3 3 мятки вот раз два попробую поймать где-то я еще одну треть увидел есть вот такие вот царапины на крыле заднем стекло восемнадцатого года по сидушке сидушка в принципе нормальном состоянии есть такие вот пару царапин по сиденью руль руль тоже есть пару царапин но это не критично приблизительно по нашим параметрам скрипя зубами эта машина пролазит да у нее целый кузов где нигде есть местами шпаклевка в проеме она даже есть хотя мы видели фотографии того что эта дверь причавилась мы видели детальные фотографии того как сделано скрипя зубами мы продвигаем этот автомобиль на и 100 при условии если там внизу все просто перфекта тогда этот автомобиль будет идти к рассмотрению не приобретению а к рассмотрению потому что сразу хватать такую машину ну немножко не тот вариант но все равно надо смотреть что другого пока лучше нет бмв подняли на подъемник здесь фишки я так понимаю правило туманов здесь ложные стоят да здесь тоже вам фишка торчит все хорошо тормозный шланг тоже норм амортизаторы потекли и правый и левый передний их под замену сетка уже облезла верхняя и уже ее нету так здесь поддон сухой но здесь раздатки надо смотреть откуда она запотевает вот верхний рычаг его под замену вот эти вот верхние рычаги их под замену просовать задний редуктор обсыкается по ходу здесь рубки дручу такой зазор короче вот он должен закрытый бы это вы сделаете здесь антифриз бежал задний полуось в редуктор не заходит до конца сам редуктор обливается маслом верхние рычаги уже тупо надо менять потому что дальше уже будет беда уши колеса уже домиком стоят амортизаторов передних нету редуктор редуктор в раздатка у этой машины тоже уже запотела прочие сальники тоже потеют нужно от противотуманок остались только одни провода в общем не нужен такой автомобиль нашему заказчику вот нет стоп осмотр прекращаем не нужна эта машина друзья как мы помним изначально заказчик был настроен именно на audi но вектор нашей цели изменился напомню только потому что audi не было мы смотрели бмв построили три бмв ничего живого нету в нашем понимании по нашим стандартам и тут появляется audi естественно господа предприниматели а дайте нам вин код по этому автомобилю а помните я говорю в начале видео что эта машина с сюрпризом так вот сюрприз заключается в том что эту машину вот эту машину мы смотрели месяц назад тогда с ней было все хорошо но мы ее завернули потому что там был тайваньский капот ну мы тогда носом крутили вау 28 за эту машину дорого а сейчас эта машина стоит по цене 32 с половиной то есть ровно на 4 с половиной тысячи долларов дороже но машин дешевле вот просто нету с ума сошел рынок нету дешевле автомобилей мы кстати сейчас готовим отдельное большое видео на эту тему я не уверен что она будет собрано быстро потому что там очень много материала кстати самая тема наверно сказать что подпишись на канал чтобы не пропустить видео нажми колокольчик так вот вернемся к audi audi мы посмотрели предоставили всю информацию изначально заказчику рассказали что месяц назад были там мелкие сколы трещины царапины кто-то звонит так вот передаем информацию заказчику мы понимаем что мы смотрели эту машину месяц назад тогда на ней и были там мелкие сколы трещины царапины ничего критического за исключением тайваньского капота там еще пару мелочей в общем надо машину смотреть еще раз потому как в принципе это собрано на неплохо но бог знает что там случилось с этой машины за месяц поэтому договариваемся с парнями и встречаемся у нас на сту на повторный осмотр потому что ну потому что надо смотреть перед тем как за месяц очень много может случиться все дачка бомба ракета ну руля что сказать нормально для чего сергей делает вот эти вот незамысловатые движения рулем дело в том что ранее была ошибка по датчику положения руля и вот надо посмотреть весь диапазон руля отрабатывает он или нет не выпадает он в ошибки дело в том что этот датчик он работает в связке с системами abs esp dsts в общем попробую объяснить просто когда машина идет в неконтролируемый занос и водитель поворачивает руль то эта система душит двигатель до той степени чтобы машина не уходила в бесконтрольный занос а была именно в контролируемом заносе и проверка вот этой системы она очень важная думаю очень доходчиво объяснил вот тюнер спутникового приемника но это то что на америкосы поэтому это активная ошибка то что я бы его удалить можно но вот эти вот ребята вот они конечно вешаются от наших проверок они сразу забивают целый день грубо говоря на один осмотр потому что это долго у нас происходит и никогда не стирает ошибки не чистят вот какая она была утка она приехала все ошибки которые была история то есть они это все сохраняют не удаляют в любом случае тоже но эта история это какая-то дашка покатался и все не вылезет лямбда зон смотрим давление смотрим надув фактически надув заданный пока все хорошо по турбине по всем вопросам при проверке турбины давление турбины заданных фактических здесь все идеально запомните этот момент когда с турбиной все хорошо ну что дальше будет интересно просто хотел сказать что классный контент делаете спасибо спасибо как-то порекомендовала мне вас на youtube посмотрел несколько дней хорошие машины как всегда только у вас я здесь я вижу эту машину мы ее смотрели раньше месяц назад я с я вот по номеру просто мы недавно просматривали и мне номер запомнился поэтому я слышишь вопрос по калитке здесь будет а вот здесь вот как раз вот такой момент где нужно сделать легкий комментарий из разряда опыт берет очень дорого но объясняет настолько доходчиво что вот эти вот моменты так врезаются в уши вот этот и много 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 других я сейчас поясню вот этот звон калитки однажды кто не видел вот я оставлю ссылочку вот здесь оставлю ссылочку посмотрите видео так вот однажды я за это уже заплатил 1100 долларов и парень который покупает продает автомобили он тоже далеко не идиот он на эту машину осматривал так что в общем надежда была что там какая-то защита звенит еще что-то звенит мы притуляли мы понимаем что все это временные вещи и все вот эти моменты они потом вылезут наружу пока мы имеем минус по турбине и кстати серёжа смотрел по давлению все хорошо но он не слышит этого звука когда возле турбины стою я то есть стоит момент который я вышел от съемок передохнуть и увидел этот подбор можно сказать что мы случайно увидели эту проблему это звенит клапан сброса на турбине вон есть горячая тяга можешь за нее подержаться хорошо мы можем защитку прижать после того как я однажды за это заплатил 1100 долларов я четко понимаю этот звук но это как минимум повод для торга она разболкана уже на своих пункт у меня такая же турбина сверху лежит могу показать да и можно типа отремонтировать на нем нет ненадолго мы тогда приняли решение что начало эту новую турбину поставили да не обратили внимание вот еще также на такой вид не мучая машина мы уже знаем что ей пипец да я шучу и шо это но та же история с калиткой вот это которая была на тягуане когда проголосуешь там раза два три раз два три она звенит потом пропадает опять раз два три она и так видим по автомобилю что в принципе плюс-минус с того момента когда она была месяц назад мы осматриваем и осматриваем и сейчас ничего не изменилось за счет за исключением того что мы увидели еще звенящую калитку на самой турбине но нам надо посмотреть эту машину еще на истово поэтому дружным хороводом садимся и едем на соседние 100 потому что у нас тупо все занято пристроить я давай тогда послушаю машину давай перединке посижу там лежит на этом самом добрый день вас витая блогер никола вариантов может быть несколько начиная от подсоса воздуха все приговор делают гофра гофра да а потом оказывается не гофра хирург это ты какую-то эту бомбану рыберню ты представляешь как мы сейчас обостремся если он что-то найдет это пипец будет это грубо говоря делает пескоструйца обычно порог поэтому барашек покрытие это завод дупло что у нас или сухое вода что сухое нормально хорошо но я имею ввиду не жирно при осмотрах автомобилях внизу под низом на что обращать внимание на любые мелочи на любые несоответственные которые может быть в принципе вот где-то понимаем что ну я не знаю к чему здесь прицепиться ну вот разве что подертая тема но мы понимаем что она подертая потому что и разгружали допустим там порванный пыльник или там стучит шаровой или еще что-то или допустим где-то легкий потек масло или видим менялись слизанные грани болтов почему слизывали вот когда вот смотришь на тему почему всегда можно вытянуть такую интересную историю ну правда не знаю что здесь вытянуть очень часто переживают по поводу этих опорных дисков чего они такие погнуты это когда автомобиль везут и ставят на машину везут без колес и они погнуты их в принципе веранию здесь я понимаю что ну накинули колеса отогнули чтобы она не шкрябала выровняли и все но это потому что везде со всех сторон и я если не выровняно сзади сейчас парень спереди уйдет я вот с долей вероятности в 95 процентов говорю что их и не выровняли спереди да и здесь тоже погнутые опорные диски ну так красота америка страна жевачек это это вот пластик где-то он затирал и судя по всему то чтобы это новая тема другого он даже аж приварился да стерся очень быстро машина ехала начали фас блин побежали разломанный диффузор масло течет всего машине пипец 27 я имею ввиду верхняя крышка грм ну да да но я говорю это скорее всего не прокладка сама крышка потому что места где обжаты болты лишь между ними большой зазор на прокладке такая ситуация что я снял вот так взял она будет пропеллером и там уже меняй прокладки не меняя на месяц максимум 2 но мы зато понимаем что с этим делать надо новую крышку поставил и забыл но только не все это понимают с первого раза тут же надо пройти через боль через унижение поставил прокладку ездишь потом это по какой-то лес не какое-то время не заглядывал потом тебе сигнализирует лампочка на приборке того шоу и у тебя-то масло нет и начинается бедра и вот это узнавали рулевая рейка не стучит это да это вот здесь самом червяки да не на такого люфта нет ничего и нет он там ничего не сопринет но уже извини сергей викторович неумолимо смотрит ищет до чего прицепиться простите нельзя таких ищи ищи к чему придется надо если этот автомобиль удастся сторговать формате того что продавить на ту цену которая удобна для покупателя то сразу понимаем что здесь залипаем на ремонт турбины по крайней мере вот на раннем этапе пока еще масло не гонит в сам в патрубок вот обратить внимание и сделать так что калитка не стучало и будет счастье но смысле клапан сброса назовем так а так в общем то если взять вариант формате американцев то очень даже и хорошо да там есть моменты того что у нее сам диффузор радиатора сломанный обратно поставил как сломанный надломанный внизу он там типа треснутый и и просто склеенный а так ничего плохого по этой машине сказать не могу в общем вот этот автомобиль за исключением турбины опять-таки вопрос цены рекомендовать рекомендовать этот автомобиль я могу ну а дальше смотрим так что без рекламы вот эти штуки мы покупали тогда когда они еще не были сертифицированы не только были экспериментальные взяли мы их только потому что они читают металл читает цветной металл и вот этот вот закрою название вот этот вот прибор он читает еще напыление цинка он показывает есть оно или нету поэтому а и плюс он самый большой плюс этой херни то что он очень быстро откликается то есть вот прижал и вот он пошел фигачить сразу же мужа у меня было много дофига разных и понятное дело что все развивается толщина меры на месте не стоят вместе с точно так же как и все остальное развивается и и стоит они дурных денег купить на компанию 10 штук сразу же вываливается в такую хрен что сергей викторович возьмите какая крайняя цена вашего транспорта но мы не думали что здесь турбина все хорошо а тут турбина как бы пляшет а это ну такая то снять поставить отремонтировать это пяти хаточкой попахивает аж на ура на ящик пива забьем заметьте даже я почему тогда купил новую турбину потому что я знаю сколько стоит ремонт этой калитки снять поставить это вот еще тот геморрой я мог отремонтировать эту турбину меня ремонт турбин под окнами разница была в 400 долларов между новой и этой но при такой разницы в цене проще купить уже новую верно когда мы когда мы говорим за обслуживание автомобиля типа допустим колодки я туда даже не смотрю масла фильтра вот это все типа спасибо хоть где-то хоть где-то повезло будущему владельцу так верно верно поэтому марку надо держать до конца мы обговариваем и дальше смотрим то есть никто не скрывает что надо будет чуть-чуть потратить денег уже но в остальном то вопросов нету 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 есть помятое крыло и сломанный диффузор кстати да там даже датчик и на я знаю а ну-ка 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 что мы еще не увидели течь масло это с передней крышки до от рихтовать не он не сухой он с маслом чуть-чуть совсем чуть я же руки ходил мыть потому что сверху она сухая внизу там уже ну если надо видео покажу я заснял я с вами рядом стоял о чем вы говорите же сухая не свет сверху так чтобы сказать что она течет она не течет но внизу уже есть собранная вот я скажу так вот 200 долларов ему очень сильно помогут на отремонтировать пока она вот еще не понятно что есть фактор того что сейчас мы не заворачиваем эту машину я просто вот когда мы сталкиваемся если есть возможность я с радостью уступаю сам что-то делать можно спросить там у сережи в андрея постоянно но тут нет возможно к сожалению не но я чат и перечитывал сразу минимальная цена потому что у нас есть такой бюджет нам озвучили сказали мы готовы вообще типа рассматривать 20 я сказал нет такой цены ну нет ее просто нет планы поменялись у человека но я не мы все не робин гуда бесплатно не работает согласен по поводу робин гуда да у нас есть цена 30 готовы да не готовы ну блин она будет дальше продаваться к сожалению я на этот момент сейчас данный момент не повлияет это настроение если вот мы проведущая сделка у нас была сексом я сам и уступил почти тысячу за свой счет сделал фару побоял ну понимаете у меня там было куда окей тогда убираем вот эти все вмятины это же вы умеете фиксируем 2 3 5 допустим 3 я уберу не проблема мятину как года если он скажет да день-два ешь не за как пдр работает сам не буду я туда лезть даже может быть после сделки неважно ну то есть договоримся сделаем оплате хорошо такой вопрос грубо говоря в машине есть моменты можно ли считать эти моменты которые там не будут мешать машине значит значит нет вот то что звенит калитка она сейчас на данный момент полностью закрывается но как бы серёжа когда где он кстати рассчитываться пошел я у него сразу спросил есть давление сброс давления ну на на этом он говорит что все в значение все стабильно но это все равно не значит того что на это обращать внимание не надо вот единственный момент куда на короче когда она перестанет быстро ехать понимаем что надо готовить порядка 500 долларов для того чтобы устранить тут про устранить эту проблему мягкие вынимаете да ну делаешь и турбину я не слышал я слышал мятиной турбина мне одним ухом и займами то есть покупателями договорились этот пришел парни которые продают этот автомобиль мы с ними уже общаемся не первый раз была одна машина которую я у них завернул ссылочку кстати оставлю но они мне нравятся лишь только тем ну или же это даже не лишь только тем это наоборот надо сказать что этим они мне нравятся нравятся они не тем что они не триндят вот им звонишь вот эта машина есть не интерес мы с один авто и они все рассказывают как на духу что не знают вот поэтому вот эти парни мне очень нравятся симпатизируют но какие бы не классные не были после всех все всегда нужно проверять потому что есть в жизни разные моменты и вот когда мы можем один раз расслабиться не будем о плохом мы не расслабляемся мы просматриваем каждый автомобиль но тем не менее вот эти парни мне этим нравятся даже были моменты когда мы звоним вот нам нужна такая машина если у вас что-то парни есть но не приезжайте потому что потому что она вам не надо они честно уже понимают что с машиной и под наше поле зрения но не попадать а по поводу цены нифига вот я не могу все успокоиться я понимаю что эту машину мы могли купить блин на 4 тысячи месяц назад дешевле не купили мы не покупаем машину то есть я понимаю что сделка могла состояться для другого человека ну тогда носом крутилила это тайванский капот а это и все а сейчас рынок устроен таким образом что спрос просто превышает предложение и естественно люди предприниматели этим пользуются и эти машины они просто поднимаются в цене ну закон бизнеса такой что если на что-то ну есть просто естественно это надо правда хотя я в корне этим не согласен я считаю что эта машина продана дорого ну на общем фоне потому что мы их видим очень много но на тот момент других предложений не было по технической части машина хорошая вот за исключением вот этой турбины и на турбину тоже вообще не уступили ни цента то есть изначально сказали тот минимум за который могут отдать и они это слово сдержали есть у нас еще одно сейчас видео в производстве ну не знаю будет она в производстве или не будет мы не решили там была ситуация гольф был за 11 300 через неделю он стал 11 900 и и другого нет но это уже как говорил леонид конецкий будет возможно будет другая история ребята спасибо что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока и не забывайте пристегиваться потому что очень много видел вот даже не поленюсь все вот сейчас точно уже будет все сейчас вот здесь ставлю стек который сейчас продают на инстаграме вот это вот хрень вставлять вместо ремня безопасности с названием спасти и сохрани здесь либо ладно сейчас меня разнесло что-то всем спасибо всем пока надо прощаться с людьми на хорошей ноте а вот это вот конечно уже просто в заглушку вставлять вместо ремня с надписью спаси и храни ну я очень верю что это стеб но это так друзья здесь важно сказать еще один момент который мы не заметили в при осмотре не заметили потому что она была сильно разбирать машину когда машина заехал на обслуживание снимается короб воздушного фильтра за воздушным фильтром на моторном щите есть такое овальное отверстие так вот через это овальное отверстие кто-то пытался какую-то монтировку сунуть и она такое чуть-чуть разорванное неэстетически сделано первый момент мы смотрели второй момент рейка рулевая крепится на четыре болта и таких четыре здоровых уха одно из этих ух она просто треснула но рейка сама держится хорошо держится замечательно и третий момент который мы не заметили для того чтобы увидеть смотрим на лонжерон он идеально ровный снизу то есть по плоскости по торцам он в зазорах но внутренняя часть плоская она такое впечатление что на полмиллиметра даже меньше такая имеет впуклость наверное в общем в яме на такая легкая это вследствие того что пошел удар в переднюю левую часть лонжерон чуть-чуть загнула его выровняли и вот сыграла вот эта штука для того чтобы наша точка зрения не была такой предвзятой назовем это так ну что это только наше мнение мы всегда обращаемся к другим специалистам для того чтобы они высказали свою точку зрения так вот два рихтовщика сказали ребята не трогайте потому что все стоит зазорах промерили все нормально по развалу по месту положения колес пространстве все стоит в значениях вот это вот легкая вмятинка меньше чем на полмиллиметра на здоровой плоскости вот на такой она имеет чисто эстетически не очень хороший внешний вид это если разобрать пол автомобиля поэтому пожалуйста этого не делайте не трогайте но если заказчик скажет починить мы готовы выполнить свои обязательства теперь точно все